Вот уже два месяца фасад Тысячника покрывают специальной краской по американской технологии. Тонкое дисперсное покрытие обеспечивает тепло, шумо и гидроизоляцию. Верится с трудом, но один миллиметр такого покрытия равен по действенности 7 сантиметрам стекловаты или одному силикатному кирпичу. Распыление ведется специальным факелом с помощью установки высокого давления. На покрытие дают гарантийный срок – 25 лет. Технология такая. Состоит он из перелитовых микросфер. Везде покрывается этот материал. Главное в нем – это подготовка. Это обезжиренная, беспыленная подготовка. Работу ведет московская фирма «Фибробетон». Сейчас верхолазы прокрашивают четвертый, пятый и шестой корпуса Тысячника. Технология подразумевает нанесение трех слоев краски толщиной 0,4 миллиметра. Между каждым слоем должен быть временной зазор в 4 часа, чтобы краска успела просохнуть. Третий корпус дома в новой теплозащитной одежке уже перезимовал минувшую зиму. Жители остались довольны ноу-хау. Самая большая проблема у нас была – это утепление дома. С этой проблемой мы боролись 18 лет. И слава тебе, Господи, в том году нам сделали утепление. И в первую зиму мы жили спокойно. Стены теплые. Понимаете, они живые. Никто не верил. И у нас не верили, и у нас не верили, пока не пережили эту зиму. Теперь люди успокоились. И эти, они прочувствуют на себе, вот буквально холода наступает. И люди будут благодарны. Третий корпус тысячников в 2013 году удалось утеплить за счет бюджета городского поселения Сергий в посад. 4, 5 и 6 по программе софинансирования областного и местного бюджетов в рамках подготовки празднования 700-летия преподобного Сергия Радонежского. В 2014 году в рамках реализации программы капитальный ремонт многоквартины жилых домов, то есть жилищного фонда, и выполняя поручения главы города Сергея Посадбукина Виктора Валерьевича о повышении эффективности строительных конструкций, мы приступили к дальнейшей работе. И в этом году у нас в работе находится 4-й корпус, 5-й и 6-й. Объем работ большой, значительный, порядка 26 тысяч квадратных метров покрытия. Но, тем не менее, подрядная организация выполняет свои обязательства по договору. Работы по покраске дома номер 234 по проспекту Красной Армии, если позволит погода, говорят, верхолазы удастся завершить за две недели. А пока жителей просят убрать автомобили из зоны работ, чтобы краска не портила имущество. Наталья Артемова, Евгений Половинкин, День города.